Наиболее вероятная причина – аварийный режим электропроводки. Накануне в Магнитогорске произошел пожар. Объятой пламенем оказалась одна из квартир в доме по улице Дружбы. Несмотря на оперативную работу пожарных, в огне погиб человек. Подробности выяснял Павел Берсенев. Дом номер 42 по улице Дружбы. Именно здесь, в квартире на втором этаже, произошла трагедия. Звонок о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19.07. Уже спустя несколько минут на месте ЧП работали пожарные 25-й пожарной части. При тушении пожара было эвакуировано 10 человек по маршевым лестницам и спасено 3 человека с использованием автолестницы. Пожар был потушен в кратчайшие сроки. На пожаре от МЧС было задействовано 3 единицы техники и 11 человек. К сожалению, жертв избежать не удалось. Пожар унес жизнь владельца квартиры – 68-летнего пенсионера, мужчины с ограниченными возможностями здоровья. Пенсионер погиб из-за отравления угарным газом. Это вещество, известное также как монооксид углерода или СО, крайне токсично и коварно. Оно возникает практически при любом горении из-за недостатка кислорода. И, кстати, в подавляющем большинстве случаев из-за угарного газа на пожарах гибнут люди. Пока идет доследственная проверка, сказать, из-за чего конкретно произошел пожар нельзя. Однако наиболее вероятной причиной называется проблема с проводкой. Наиболее вероятной причиной пожара – аварийная зимоработка электропроводки. Потому что мужчина не курил, как бы квартиры никого не было, кроме мужчины. На момент обнажения пожара квартира была закрыта, но идет доследственная проверка. Все причины рассматриваются. Ни одна из причин пока еще полностью не исключена. Отметим, что короткое замыкание – одна из наиболее частых причин возгорания. Между тем, если не обезопасить полностью, то хотя бы свести к минимуму риск большого пожара все-таки можно. Для этого нужно приобрести специальный датчик. Дымовые датчики сейчас очень распространены, устанавливаются в любом месте практически, работают от батарейки. При возгорании дым подымается, соответственно, кверху, и этот дымовой датчик срабатывает. Очень нужная, хорошая и полезная вещь. Отметим, с начала года в Магнитогорске произошло уже 90 пожаров, на которых погибло 5 человек. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВМ.